Лазерный макиратор GPT-50LP по договору 495. По комплектации будут идти поворотного ось D80, обратные губки, ключ четырехгранник, шнур для подключения к компьютеру, линза F300 от OPEX с рабочим полем 200 на 200, набор тестовых пластинок, 4 болта 6 на 9 миллиметров для фиксации двух алюминиевых упоров, 4 болта 6 на 15 для фиксации поворотной оси, стопор оси Z, для фиксации именно стойки CZ. В предыдущем видеоролике я рассказывал про сервисы обслуживания, куда он ставится, как ставится, по обслуживанию сканера также в сервисе обслуживания я рассказывал в материале. На флешку будет дополнительный видеоматериал записан. Защитные очки, педали с инговировки, техническая документация непосредственно на сам источник, ключи для сервиса обслуживания данного станка, флешка, я сейчас про него отдельно расскажу, серия номер, модель источника, LPS с фиксированным пульсом, 40 кГц, номинальный частотный диапазон, при котором у нас идет фиксированным пульс 200 кГц. Если мы частоту снижаем ниже, то соответственно мощность не должна превышать больше 40%. На максимальной мощности можно работать от 40 до 600 кГц. Рекомендую работать ниже, ни более от 10 до 300 кГц. Еще раз повторюсь, 40 кГц это номинал, от него и выше можно работать до 100% мощности. Рекомендация по работе по мощности от 0 до 100%, рекомендую работать не более чем на 90% мощности. Температура на режиме, в предыдущем видеоролике рассказал по поводу сервиса обслуживания станка, 20 плюс-минус 4 градуса. Частотный диапазон от 1 до 600 кГц. Опять же повторюсь, есть номинал, и от номинала можно вверх идти. Дальше касаемо флешки и что она не находится, как им пользоваться. Дальше, на самой флеш-карте будут находиться ESCAD, настроенные под сотую линзу, под двухсотую линзу. То есть настраивать ничего не надо, абсолютно. То есть ничего делать не надо, они уже настроены. Копируйте их на локальный DSC или BD и оттуда запускаетесь. Первый запуск делаете правой кнопочкой от имени администратора. Тем самым облегчаете задачу брандмэру и антивируснику. Дальше идем. Параметры в фотоформате. Это на тот случай, если хотите настроиться с нуля, скажем так, ну полностью с нуля. Видео инструкция по станку. Краткие инструкции 6 штук. Здесь их идет даже, по-моему, 7 штук. То есть работа с ESCAD в общем положении серии, с которым мы уже должны были ознакомиться. Первый старт-запуск станка, первый старт-запуск ESCAD, первая работа с ESCAD. Опять же все эти три видеоролика, которые здесь вот раз-два-три, по ним настраивать ESCAD не надо. Частая ошибка. Смена линз, пример, обязательно показываю, потому что линзы бывают. Разбирают изнутри, начинают вытаскивать из них все подряд. Здесь именно по смене линз, главное не оторвать крышки, не свинтить их, не зажимать до упора, не зажимать газовыми ключами, то есть трубными ключами. И видео по установке драйверов. Часто тоже будет ошибка, не могут поставить драйвера. Такое бывает. Еще закину сейчас отдельно папочку с индивидуальными видеороликами. Кратыши без озвучки, без ничего. Очень интересные и полезные тоже будут. С ними ознакомиться, но не прочее. Дальше. Драйвера в чистом виде, то есть вам потребуется папка USB. Отсюда вы на рабочий стол выставляете ее и с нее устанавливаете драйвера. Но драйвера ставится через пуск диспетчер устройств. Дальше. Версия ESCAD для работы, то есть чистая версия. Вдруг вам понадобятся под другие там флешки, там не знаю, под другие задачи на других компьютерах. То есть взяли, поставили и пользуетесь. Руссификатор уже стоит. Он вам не понадобится. Ссылки на полезные ресурсы. Здесь много всего разного есть. Есть часть материала скрытого от общего, скажем так, глаз пользователей. Вот. Единственная просьба с ними максимально быть осторожными. Потому что если вы берете параметры из каких-то других папок, не под свой станок, либо даже под свой станок станок, перепроверяйте на всякий случай частотные диапазоны, мощность и другие параметры. Дальше. Кстати, 50LP это наработка некоторых параметров, в котором вам понадобится для работы на вашем станке. Собственно, хотя бы от чего-то будете отталкиваться. Единственное, здесь по этим параметрам это старые файлики. Я там не настраивал раньше стартиси, NTC, Laser Off и Polygon DC. Дальше. Общепложение сервиса. Это я еще раз на всякий случай, чтобы вы с ним ознакомились. Потому что одна и та же проблема. Людям скидываешь ссылку, скидываешь видео, записываешь видео. Они смотрят, задают нечешь на вопросы, которые есть ответы именно в этом видеоролике. Дальше. Мануал на сам источник. В упаковочном листе такой же идет. То есть, комплектация, сборка, что к чему относится. По температурам, по рабочим. То есть, опять же, вот рабочий мероприятие от 0 до 40 градусов. Это критическая точка температуры. То есть, мы не учитываем здесь. Работаем по тем, по рекомендованным, о котором я говорил. Дальше. Сама модель. Качество луча, длина кабеля, мощность, сила импульса миллиджоуля. Частота диапазона, при которой можно работать на 100% мощности. Опять же, повторюсь, больше 300 кГц. Лезь смысла нет никакого абсолютно. Ну и работаем с соответствием на 100%, на 90% максимум. Присоточное наблюдение температурных режимов влажности и загрязненности в помещении. 200 наносекунд фиксированный кипульс. Воздушное охлаждение 24 вольта. Мощность потребления. Ток потребления. Длина волны. Расхождение длины волны. Паррелизация. Отраженный луч. Диаметр луча. Регуровка мощности. Температура рабочая. Температура хранения. И есть. Ну и дальше такая типическая информация общая. Дальше идем. Инструкция. Она же есть на английском языке. Тоже закинул всякий случай вам. Это инструкция по работе с самим дискадом. То есть, здесь все ответы на все вопросы, они есть. Они, правда, коротко описаны, без подробных объяснений. Рекомендую тоже посмотреть, почитать. Если какие-то вопросы возникают, то в первую очередь зайти в инструкцию, нажать Ctrl-F, вбить ключевое слово, которое вас интересует, либо которое у вас всплыло там в окошке в том же самом дискаде. И потом уже только лишь, если не смогу разобраться, уже задать вопрос туда по WhatsApp. Есть. Что еще добавлю туда сейчас? 475. Добавим туда сюда инструкции по станку, коротыши. Очень интересный материал по 1-2 минуты. Здесь без озвучки, без ничего. Наглядно, очень понятно. По-моему, проще там не бывает. Отправить на флешку. Есть. И мануал к Escada на английском языке. Разницы, на самом деле, там никакой нет. Я, на всякий случай, вдруг где-то, ну, что-то будет непонятно по-русски, то, может, по-английски найдете альтернативный вариант. Вот. Версии Escada, на самом деле, их огромное количество. Я вам еще скину дополнительно такую версию, которую я люблю. Ну, не знаю, по крайней мере, у меня больше заходит всего. В ней внутри также будет драйвер стоять. Вот. Поэтому, если что, у вас будет возможность воспользоваться. Да, флешка, конечно, битком набитая под завязку. Я не знаю, в это сейчас влезет видео. Конечно, вот больше флешки ставить в будущем. Так, едем теперь дальше. 475 договор. Сейчас стоит линза 100 на 100. Запускаемся на линзе 100 на 100. Запускается быстро. Рецензионная версия. Руссификация. Все, как пользуется, рассказывает, опять же, в видеоматериале. То есть здесь проблем тоже не возникнет никаким образом. Вот. Дальше. Для запуска теста нажимаем Ctrl-O. Загружаем сюда непосредственно тестовый файлик. Берем также его с флешки без проблем. Секундочку. Параллельно второй компьютер. Так. Папка 50 лпи. Линза 100 на 100. Здесь я привожу пример гравировок, размноженных вариантов. Опять же, это был создан шаблон, скажем так, универсальный под, скажем, все станки. Но все станки плюс-минус отличаются по мощности, по характеристикам. Да, еще очень важная вещь, сразу прибежу, это ошибка всех начинающих, чтобы потом просто не ругались лишний раз. Все, что здесь есть, копируете в облако, в локальный диск D, C, там, под диван скопируете. Не знаю, куда-нибудь там, в холодильник там спрячьте морозилку. Частая ошибка всех начинающих, это потеря информации с флешки полностью. То есть, либо теряют флешку, либо теряют информацию, либо флешка ломается, либо там мультики записывают. Потом начинают мне предъявлять, что я должен дать параметры под этот станок. Я их храню не больше, чем полгода и, соответственно, удаляю. Ну, либо компьютер ломается, у меня обычно на год компьютера хватает, потом он ломается. Поэтому здесь идет рекомендация именно все, что здесь есть, скопировать, сохранить непосредственно себе куда-нибудь надежнее. В чем особенность разницы настроек по станкам? Заходим F3, вот эти вот параметры касаемо габаритного рабочего поля. Как бы станки не собирались бы там одинаково, либо не одинаково, сразу говорю, что здесь есть куча нюансов, связанных непосредственно, опять же, с самим сканером. Сборка сканера, детали на сканере, моторы, намагниченность, конденсаторы, емкостя, напряжение питания, которое может плюс-минус везде отличаться. В общем, влияющих факторов может быть там от 50 и более. И, соответственно, параметры габарита рабочего поля могут очень сильно отличаться. Это первый момент. Второй момент, то же самое, допустим, отклонение луча во время его движения бочкообразности, либо, скажем, трапециевидность, либо ромбовидность. Это все может тоже влиять на качество габаритов рабочего поля. Плюс, опять же, настройка станка производится как механическим способом, то есть, соответственно, при постановке того же самого коллиматора внутри станка. И мы получаем в результате того, что плюс-минус даже отклонение в четверть градуса очень сильно повлияет на, скажем, габариты рабочего поля, либо калибровку рабочего поля. И дать какие-то универсальные параметры это физически практически невозможно. Вот, допустим, в нашем случае здесь сейчас у нас трапеция в нулях стоит. Бывает так, что трапеция уходит либо вниз, то есть ниже единицы, либо уходит вверх, соответственно. То есть, надо четко это тоже понимать. Неспроста я это все озвучиваю, потому что есть у нас такие клиенты, которые потом, ну, скажем так, общее называют всех, к сожалению, идиотами, кто собирает станки и настраивает все по-разному. Вот, они думают, что это все под штампом, одинаково собирается, под копию, прям один в один, и все параметры плюс-минус одинаковые тоже, ну, вплоть до одной тысячи, то есть до одной десятитысячной все четко получается. Итак, идем дальше. С копией я вроде бы все объяснил, вроде бы понятно, ясно, сложности не будет. Итак, касаемо параметров здесь такая же история. То есть, если мы берем любую техническую документацию на любой станок, здесь обязательно указывается мощность источника, опять же идет номинал, максимальная, минимальная значение, то есть плюс-минус мощность у источников всех гуляет. Да, естественно, они по документам будут писать там 50 ровно, там чуть выше, чуть ниже, то есть будут указывать, но все равно это расхождение очень сильно влияет, потому что, ну, скажем так, здесь в нашем случае это составляет почти 2, почти 3 процента. То есть в этом случае 3 процента, ну, расхождение по мощности может быть от других источников, от других станков. На это тоже стоит обращать внимание. Дальше также будут влиять напряжение блоков питания, вот, и, соответственно, опять же, параметры, вот эти вот выходные параметры здесь, то, что заданы, то есть под черный глянец, под выборку, чистку, тоже будут очень сильно отличаться. Поэтому приходится калибровать или поднастраивать самостоятельно уже по факту на месте. Ну, используя, опять же, тестовые файлики. Здесь еще также будем учитывать это линзы, потому что каждая линза настраивается, то есть индивидуально, опять же, изготавливается индивидуально, плюс-минус они могут чуть-чуть отличаться. Вот, и это тоже стоит учитывать обязательно. Итак, для теста выделяем все, что у нас здесь есть, нажимаем F1, ставим вытяжку, одеваем защитные очки и запускаем процесс гравировки. Для теста используем сатинированный жетон из нержавеющей стали толщиной 1,7 мм. Выставляю фокус на расстояние обычно по линейке. Опять же, на сканере стоят две отметки, под линзу 0,02 и под линзу 0,03. Здесь сложности никаких тоже абсолютно не вижу. Можно выставлять по двум трассерным лучам, недолюбливая их, потому что плюс-минус погрешность может быть до миллиметра. Итак, F1. Располагаем в зоне гравировки наш объект. Обязательно вытяжку. Кто бы что-то мне говорил по поводу вытяжки, что можно пару лет отработать без нее. Ну, в теории, да, о том, чем все закончится для легких. Смотрите, уж сам. Я лично не заставляю, но, говорю, сразу повлечет на ваше здоровье и, соответственно, станок. Опять же, по принципу гравировки черного глянца можно ориентироваться на цветную гравировку. То есть это, получается, воздействие на материал без разрушения поверхности материала, просто его нагрев и окисление на воздухе. Если там будут находиться поверхности потожировые, то, соответственно, и окислы будут такие же, ну, скажем так, с потожировыми, соответственно, результат будет такой же. Смотрите. 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 Гравировкой. Выделяем объект. В нашем случае это будет и волк. Выделяем два слоя. Выборка плюс чистка. Приставляем 15 проходов. Нажимаем букву QR. Это все делается в районе F1, F2. И нажимаем, соответственно, F2. Ф… О! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok 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 Касаем мы галочек инверт, пока ничего не делаем, протяжка в положении оси X, то есть поворотка стоит у нас в положении оси X. То есть сама ось направлена от верхней части Y в нижнюю часть Y, протяжка будет идти именно оси X. Есть. Нажимаем ОК и нажимаем F1 и в этот момент смотрим, в какую сторону поворачивается наша ось. В нашем случае она поворачивается в обратную сторону. Напрямую зависит от того, какие моторы как подключены, то есть сами именно обмотки на моторах, то есть у нас тут двухфазные, могут просто быть перепутаны, это не смертельно. Снова F1, F2. Нажимаем галочку Invert. Галочка Invert также нажимается для тех случаев, если появится гравировка внутри изделия. Снова F1, поворачивается в необходимую сторону. Выставляем позицию. Нажимаем F2 для гравировки. Черный глянец, опять же у нас идет трубка не обезжиренная, не чистая, плюс-минус фокусная расстояние. Также повлияет роль на качество гравировки именно черного глянца. Поэтому сейчас мы его учитывать здесь как гравировку не будем абсолютно никак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гравировка, повторение здесь без проблем, естественно трубу мы на больших мощностях сожгли свою, аналогичная ситуация с резкой металла на трубе, она тоже здесь допустима, пример приведу, один из вариантов, бывает, бывает, ну допустим гипотетически вырежем какое-нибудь слово, к примеру достаточно будет выбираем подходящий текст, либо шрифт, по моему называется он штемп, либо стамп шрифт, 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 может обозначаться с буковкой А, пометка так да, где-то здесь находится так, 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 ну допустим гипотетически сразу говорю, нюанс по таким шрифтам заключается в том, что если вы будете его резать режимом воблы, то вполне вероятно, что вот эти части у нас за счет перекрытия прохода, они обрежутся рекомендую всегда делать отступы отступы внутрь без удаления, даже с удалением на 0,1 мм достаточно будет более чем есть переходим в этом режиме в адвенс в адвенсе воблы диаметр реза мы здесь сделаем поменьше в 0,1 мм шаг в 0,02 мм и нажимаем ОК параметры скорость 500 мощность поставим 30% частота 40 кГц даже можно поставить 25% чтобы нам не пережигать металл старт 0 130 90 60 есть та же самая история загоняем в центр F1 трассируется нажимаем Stop переходим Laser Rotary Textmark снова F1 на всякий случай у нас так стоп 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 нажимаем Escape сейчас покажу в чем нюанс и как от нюанса избежать у нас идет группа объектов она трассируется в текстовом формате как целиком группа объектов нам это недопустимо нажимаем Escape и нажимаем Control О разгруппируем получаем количество векторов необходимые под гравировку чтобы не было путаницы с векторами их можно последовательно расположить ну либо забить на все это дело переходим снова опять Laser Rotary Textmark снова F1 и теперь у нас отображается что-то положено и нажимаем Escape и нажимаем F2 и количество повторов зададим порядка там 50 и нажимаем F2 и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...